МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О заметных событиях этого дня расскажут корреспонденты телеканала СТВ и я, Олег Степанек. Добрый вечер. Александр Лукашенко прибыл с трехдневным рабочим визитом в Азербайджан. Белорусский борт номер один приземлился в аэропорту имени Гильдара Алиева около часа назад. Глава государства примет участие в официальной церемонии открытия первых европейских игр. Кроме того, президент Беларуси проведет ряд двусторонних встреч и посетит спортивные объекты в Баку. А сама столица Азербайджана в стартовой готовности. Уже меньше, чем через 24 часа там зажжется факел первой европейской олимпиады. Более 6 тысяч спортсменов из 49 стран будут вести жесткую борьбу за право занять место на пьедестале. Среди них и наши атлеты, которые продолжают прилетать в столицу евроигр. Несколько часов назад в Баку приземлилась и наша съемочная группа. Ольга Юрудь готова поделиться первыми впечатлениями. На подготовку к Олимпиаде обычно дают 7-8 лет. У Баку было всего 3 года. За это время не только возвели спортивные площадки, но и преобразили город. Супруга-президент Азербайджана Мехри Баналиева – председатель Организационного комитета первых европейских игр. Она лично контролировала этот грандиозный проект. Глядя на объект, можно заметить и белорусский опыт. К примеру, всем знакомый по Евровидению Кристалл Холл сейчас преобразился в мощный спортивный комплекс. Аналогия очевидна. Ведь и наша Минская арена, главная площадка Чемпионата мира по хоккею 2014-го, когда-то засветилась на европейском конкурсе песни. Правда, детском. Во время Евроигр здесь, в Кристалл Холл, пройдут соревнования по волейболу, боксу, фехтованию, дэквондо и карате. Здесь и главный медиа-центр для журналистов. Олимпийский стадион и еще одна площадка предстоящего первенства. Огромный, почти 50 гектаров. Высота впечатляет. 62 метра в шесть ярусов. В фундамент закладывали главы FIFA и UEFA Йозеф Блаттер и Мишель Платини. А это дворец водных видов спорта. Здесь три бассейна. Примечательно то, что именно здесь первыми откроют соревновательный процесс белорусские синхронистки. Они уже несколько дней живут в Олимпийской деревне. Журналистов туда не пускают, поэтому удалось получить лишь фотоснимки. Рано утром в столицу первых европейских игр уже прилетели сборные по борьбе греко-римской и вольной, настольному теннису, карате, тэквондо, триатлону, гребли на байдарках и каное, художественной гимнастике. Во многих видах спорта разыгрывается лицензия. Поэтому я не думаю, что это какой-то только праздник. Это, естественно, соревновательные игры, где идет борьба за медали. Поэтому все настроены очень серьезно, только на победу. Наши грацы будут состязаться за медали в этом зале национальной гимнастической арены. Два десятка спортивных комплексов будут принимать спортсменов с полусотни стран. Такое ощущение, что все в Баку, да и во всем Азербайджане живут предстоящими первыми в своей истории европейскими играми. Кроме спортивных объектов, особое внимание и вот этому поселку. Именно здесь живут спортсмены, в том числе и белорусская команда. Подробности церемонии открытия организаторы держат в тайне. Однако достоверно то, что здесь будет феерично и с национальным колоритом ярко. На трибунах, наряду с обычными болельщиками, ожидают известных персон спорта и политики. Стоит отметить, что идея проведения Евроигр в Баку широко обсуждалась и в Минске еще четыре года назад, во время проведения заседания Совета Европейских Олимпийских Комитетов. У нас есть возможность показать даже эти кадры. Именно тогда президент Александр Лукашенко поддержал этот проект. Беларусь и Азербайджан связывают давние теплые отношения. Серьезное сотрудничество не только в спорте, но и в экономике, и науке. Пожалуй, самый масштабный совместный проект – Генжинский автомобильный завод. На двух линиях здесь собирают белорусские тракторы и мазы. Есть примеры сотрудничества в строительной сфере и в космической. Белорусские лифты, холодильники, стиральные машины, лекарства, продукты хорошо покупают в Азербайджане. Этот край еще называют страной огней. И в ближайшие 10 дней здесь будет гореть не только олимпийский факел, но и разгораться нешуточные страсти за золото на аренах первых европейских игр. Ольга Юрут, Алексей Юнош, телекомпания СТВ, Баку, Азербайджан. Два поезда, сделанных на белорусско-швейцарском предприятии, предназначенные для перевозки пассажиров во время европейских игр, уже уехали в Баку. Всего же в Азербайджан будет поставлено пять составов. Цена контракта около 80 миллионов евро. По просьбе заказчиков был разработан специальный дизайн. Белый поезд с золотыми, красными и серебристыми элементами. Составы рассчитаны на 400 посадочных мест, 80 из них бизнес-класса. Третий поезд уже готов. Мы делаем сейчас динамические испытания, проверим все системы и закрываем все протоколы, все открытые вопросы. И потом поставим там корпоративный дизайн еще до конца азербайджанского дорога. В этом году еще производим и поставим следующие два поезда КИС. Дальше будет разговор, какие будущие планы есть между нами. Гомель сегодня заволокло дымом. Гарь в город принесло за 30 километров из-под речицы. Там уже около двух суток пытаются потушить вспыхнувшую сухую траву. Полсотни человек и более десяти спецмашин делают все, чтобы огонь не пошел дальше. На месте происшествия весь день работал наш корреспондент Александр Добриян. И все подробности в его материале. Пойма Днепра горит уже вторые сутки. Вчера к вечеру казалось, что возгорание удалось локализовать. Однако ночью изменилось направление ветра. Именно из-за этого оказался в задымлении областной центр. А вместе с тем и огонь перебросился на новые территории. Сейчас пожар идет фронтом приблизительно в один километр. Горению способствуют достаточно сильные порывы ветра. Да и фронт в данном случае понятие условное. По большому счету на территории поймы площадью 80 гектаров одновременно приходится бороться сразу с несколькими пожарами. Сложность здесь в том, что очаги находятся достаточно на удаленном расстоянии друг от друга. И что не позволяет сосредоточить все имеющиеся силы и средства по одному фронту. Бок о бок со спасателями пойму тушат лесники. Их главное оружие – заплечные ранцы. 25 литров воды хватает на 100-150 метров движения. Виктор Дубровский вместе с коллегами вторые сутки идут по кромке огня в самом пекле пожара. Ночевали день, а тут два сидим, подводят еду, там, в аду. И кончилось сюда. Ребята, в адецку! Сюда! Разговаривать некогда. Ситуация меняется с каждым новым порывом ветра. В обычные годы уровень воды здесь в пойме больше метра. И такое было бы просто невозможно. Два года без разлива и ни одного дождя с начала года. Солнце превратило пойму Днепра в пороховую бочку. Сейчас в Реческом районе объявлен пятый, наивысший уровень пожарной опасности. Леса же были закрыты для посещений еще в мае. Из-за того, что в реке Днепр критическая точка, то есть очень низкий уровень вод в реке, мы видим такую ситуацию, что здесь вообще в нормальные годы должна находиться вода. И таких ситуаций никогда бы не возникало. А мы сейчас видим, что видим, скажем так, что воды нету, кто-то прошел, а курок какой-то бросил, и вот смотрите, что происходит. Специалисты дают 99% вероятности, что пойму по неосторожности подожгли рыбаки. А тем временем до конца недели во всех районах Гомельской области планируется ввести запрет на посещение лесов. В том числе в них сворачивается и вся хозяйственная деятельность. Лесники переходят на режим круглосуточного патрулирования территории. Сложная пожароопасная ситуация в ближайшее время сохранится. По прогнозам синоптиков, осадков в регионе не ожидается, а столбик термометра уже в эти выходные поднимется до плюс 34 градусов. Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область. Аномальная жара в Индии стала пятой в мире по количеству жертв. Погибли около двух с половиной тысяч человек. В основном это строители, пожилые и бездомные люди. Температура воздуха в стране поднялась до рекордных 50 градусов. Правительство призывает людей оставаться дома, пить больше воды, использовать зонтики и покрывать голову. Сейсмологи утверждают, что Индия переживает интенсивные периоды аномальной жары из-за глобального изменения климата. Пожар на нефтебазе под Киевом почти ликвидирован. Догорает последний резервуар с топливом. На месте аварии продолжают работать более 300 спасателей и полсотни единиц техники. Специалисты утверждают, что огонь локализован, большинство резервуаров с нефтепродуктами уже выгорели. Спасатели ждут, пока догорят остальные. Они выбрали такую тактику, чтобы не рисковать человеческими жизнями. Напомню, крупный пожар на нефтебазе вспыхнул 8 июня. В результате аварии погибли 4 человека, еще 12 получили серьезные ожоги. И сейчас находятся в больнице. Серьезное ЧП в США, в штате Вашингтон. Огромный внедорожник въехал в толпу школьников, когда те занимались на уроке физкультуры. Погибли два подростка, еще несколько пострадали. Их доставили в ближайшую больницу. И, по словам врачей, их жизни сейчас находятся вне опасности. Водителя автомобиля задержали. И, по его словам, он уснул за рулем. Полиция выясняет обстоятельства инцидента. Скорее всего, хозяин внедорожника находился за рулем в нетрезвом состоянии. Беларусь в зеркале общественного мнения. О роли социологии говорили сегодня ведущие исследователи в этой области. Как показывает практика, сухие цифры социсследований рисуют реальную картину общественных процессов. Во время круглого стола рей шла и о роли социологических исследований в предвыборной кампании. Подробности у Анастасии Иваниковой. Татьяна в Брестском доме ветеранов живет без малого 10 лет. О том, что когда-то переехала в такие государственные апартаменты, не пожалела ни разу. Говорит, здесь чувствует себя в своей тарелке. В доме все приспособлено для коляски, не беспокоиться и о трудностях решения бытовых проблем. Помощь есть, конечно. Если что-то надо обратиться, по квартире что-то сделать, то звонишь к завхозу, приходят, помогают. В Брестском доме ветеранов сегодня 124 жильца. Пенсионерам здесь помогают социальные работники, работает и два десятка волонтеров. Кстати, бытовыми удобствами в таком втором доме не ограничиваются. Работают кружки, часовня, создан ветеранский хор. Мы все силы прикладываем для того, чтобы нашим жителям здесь жилось уютно, комфортно и беспроблемно. Об улучшении условий жизни в таких социальных учреждениях заботятся постоянно. Несколько лет назад специализированный центр Белгосуниверситета даже проводил исследования. Среди 750 одиноких пожилых людей и инвалидов. Правда, тогда речь шла о Витебской и Гродненской областях. А вот эффект получился общереспубликанский. Впрочем, то, что характер любого исследования должен быть не только фундаментальный, но и прикладной, сегодня задача номер один для всех социологов. Специалисты без всякого сомнения утверждают, так на самом деле и есть. Исследования проблем молодежи, качества медицинских услуг, вопросов образования, как правило, данные потом передаются в профильные ведомства и даже парламентариям для реагирования и решения проблемных моментов. И таких по-настоящему результативных исследований немало. Мы совсем недавно закончили исследование, которое касается семьи. Это очень интересное исследование, исследование, которое показывает, что в Белоруссии достаточно сильная традиционная семья. Хотя есть много проблем. Тот же гражданский брак или так называемое сожительство, та же проблема разводов. Не просто фиксировать цифры, а выявлять проблемы. Такой принцип работы еще и социологии электоральной. На неделе ЦИК предложил дату президентских выборов. Теперь очередь за парламентом. Именно он назовет дату окончательную. В то же время предвыборная кампания диктует и свои социологические особенности. Никакой ангажированности, повышенная ответственность тех, кто проводит соцопросы. К примеру, одни из последних данных февральского исследования Центра предминистрации президента. Около 90% белорусов участие в политической кампании этого года примут. Через 2-3 месяца после выборов проводится опрос. Практически есть такая организация по изучению электоральных систем. Это всемирная организация. По всем странам мира после выборов проводится такой опрос. Инструментов социологов немало. Глубинные интервью, массовые опросы. Причем права на ошибку практически нет. Погрешность в 5% аннулирует результат. Очень строго выбираются и будущие участники социологического исследования. Нужно добиться того, чтобы количество опрошенных лиц разной возрастной категории и разного пола совпадало со структурой населения. Желательно, как можно было ближе к структуре населения Республики Беларусь. Анастасия Иванникова, Юлия Бешанова, Алексей Ершевич и Станислав Пекарский. Телекомпания СТВ. К самому горячему сезону заготовки кормов в некоторых хозяйствах Лийского района отнеслись довольно прохладно. Там из-за бесхозяйственности простаивает техника, либо из-за нарушения хранения гибнет уже скошенная трава. Подробности у Юрия Корнеловича. В этом хозяйстве сломанный комбайн практически на 4 дня остановил заготовку трав. Пока искали запасную деталь, пока договорились о доставке, вышел из строя и второй комбайн. А если учесть, что в день одна машина заготавливала месячную норму коров для целой фермы, убытки очевидны. За 4 дня смогли бы положить полноценную сенажную траншею порядка 1500 тонн. То есть вышли бы на сегодняшний день на 3500 тонн сенажа. Кроме того, уже упущены оптимальные сроки заготовки кормов. И вместо питательной зелёной массы эту траву в лучшем случае уберут в виде сена. Вот видно, что эти травы уже перестояли, выпустили метёлку. Конечно, они ещё могли бы пойти на сенаж. Однако, ввиду того, что комбайны сломаны, данный травостой только пойдёт на сено. И то с учётом того, что будут хорошие погодные условия. Вот эта сенажная яма – яркий пример бесхозяйственности при заготовке кормов. Из-за поломки техники она заполнена лишь наполовину и уже законсервирована на зиму. Не лучше дела и в соседнем хозяйстве. В то время, как первый укос уже подходит к концу, здесь только приступили к заготовке кормов. Руководитель во всём винит погоду. В первую очередь из-за низкого урожая многолетних злаковых трав, из-за чего поспособствовала холодная погода. И мы практически до сегодняшнего дня убирали сугубо более слабые злаковые травы. В хозяйствах, где и травы урожайные, и техника не подводит другая проблема. Есть случаи нарушения технологии закладки трав на хранение. На данный момент влажность здесь 63%. Необходимо, чтобы было 50-55% в среднем. Из-за излишней влаги заготовленный корм попросту гниёт. Часть его зимой уже будет непригодна в пищу животным. А уцелевший с трудом можно будет назвать полезным. Основная проблема по данному району – это отставание от оптимальной сроки в заготовке кормов. Травы многие уже, конечно, переросли. Уже не та их питательность, уже не та технологическая спелость для того, чтобы их закладывать в траншеи. Во всех проблемных хозяйствах уверяют, что корма ему удастся заготовить вовремя и в полном объёме. Хочется верить, что когда выключатся телекамеры, не окажется, что ввоз и ныне там. И обещания в хозяйствах всё-таки выполнят. Юрий Корнилович, Николай Лапинцев, компания СТВ, Гродненская область. Владельца МОТОВЕЛ обвиняют в выводе капитала и вывозе оборудования. О громком деле рассказал сегодня председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик. Задержаны шесть человек, среди которых и владелец предприятия, и ряд должностных лиц. В случае доказательства их вины им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискации имущества и запрет впредь занимать руководящие должности. Комитет государственной безопасности задержал владельца МОТОВЕЛа, а также ряд должностных лиц этого акционерного общества. Фактически своими действиями они затронули права и законные интересы более чем трёх тысяч граждан, акционеров АОО, и причинили существенный ущерб в особо крупном размере. Не менее трёх эпизодов противоправной деятельности послужили основанием для возбуждения уголовного дела. Белорусских хакеров, похитителей денег предлагается судить с 14 лет. Раньше ответственность наступала с 16. Депутаты сегодня в первом чтении приняли законопроект о внесении дополнений изменений в уголовный кодекс. Количество жертв интернет-мошенников с каждым годом растёт и в нашей стране. И один из ярких примеров. Осенью прошлого года, маскируясь по сообщению МВД, они вынуждали людей платить штраф за якобы посещение сайтов для взрослых. Некоторые, поверив в серьёзность предупреждения, переводили деньги на электронный кошелёк злоумышленников. У желающих попасть в ВУЗ с чёрного хода не должно быть никаких шансов. За этим будет следить специальная комиссия. За последние пять лет при поступлении в ВУЗы и СУЗы не было зафиксировано ни одного случая взяточничества. Сейчас в стране контролируются все этапы. От проведения централизованного тестирования до зачисления в учебное заведение. Кстати, в этом году конкуренция за бюджетные места будет более жёсткая. Ведь их стало меньше. Сейчас мы говорим, средние специальные учебные заведения, которые готовят юристов и экономистов. Мы ведь понимаем, что для трудоустройства этих ребят очень мало шансов. Почему? Потому что действительно этих специалистов переизбыто. Каждое министерство вносило свои предложения. Министерство здравоохранения, министерство сельского хозяйства. Поэтому здесь всё чётко выверено. Содержание тестов, конечно, меняется. Больше появилось задание, которое как раз позволяет оценить логику мышления, глубину знаний. Всё строго в рамках школьной программы. Поэтому если абитуриент упорный, настойчивый, то с хорошим учителем он совершенно спокойно может подготовиться и сдать успешно тесты. Для того, чтобы попасть в заветный список поступивших, некоторые абитуриенты идут на всякие хитрости. Не доверяя своим знаниям, они знают, где найти подсказку к вопросам тестов. Классические бумажные шпаргалки-гармошки ушли в историю. И в век высоких технологий сейчас популярны другие гаджеты. На рынке сейчас растут сезонные предложения микронаушников. Если не купить, то взять на прокат. Правда, их использование чревато последствиями, в том числе и для здоровья. Наши корреспонденты предлагают прислушаться к рекомендациям. Я пользовался микронаушником, когда сдавал почвоведение. Не знаю, но думаю, что студенты пользуются. У нас в группе процентов так 10. Честные ученики. Судя по обилию предложений, услуга проката микронаушников в Гомеле более чем востребована. Найти рекламное предложение не составит труда в любой социальной сети, рекламной газете или просто на фонарном столбе. Сейчас узнаем расценку на услугу. Здравствуйте, мне нужен микронаушник на один день, на завтра. Сколько будет стоить? Сегодня вечером 73 миллиона рублей. Вечером забирайте, завтра вечером отдаю. Взять недешевую фурнитуру на прокат по карману даже школьнику. Но если заполучить микронаушник не проблема, то вернуть вовремя получается далеко не у всех. Каждый день в областную специализированную клиническую больницу обращается хотя бы один студент с просьбой извлечь наушник из уха. Обратилась девочка, у нее перфорирована барабанная перепонка и наушник за барабанной перепонкой. Виден только сам наушник в оптику практически. Ну и такая щелевая перфорация. Щелевато хроническим отитом. Микродинамики из ушей любителей халявы на экзаменах Татьяна Ивановна выуживает уже порядка 10 лет. Но все изменилось с прошлого года, когда наушники стали совсем миниатюрными. Заметить такое устройство в ухе практически нереально, но и извлечь его потом – настоящая проблема. Так что вместе с хорошей оценкой можно запросто получить проблемы со слухом. Есть разные микронаушники. Есть, которые наименее палевные. Их так в ухо суешь, а потом магнитиком достаешь. Но это как бы опасно провалиться, да, и потом не достанешь. Мне просто страшно это делать, поэтому я не буду пользоваться этим. Анастасия Бенедесюк, Александр Добрьян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомель. Сразу после нас вы узнаете, чем сегодня жил большой город в программе «Столичные подробности». Информационный итог дня мы подведем, как обычно, в 22.30. До встречи.